На послание апостола Павла Кримера Будем иметь пред глазами истинный страх Божий Ничто, ничто так не губит человека, как если сняться с этого якоря А равно ничто так и не спасает, как если всегда держаться на нем Если мы, имея пред глазами человека с меньшую решительностью, приступаем к грехам А часто не делаем ничего неуместного, стыдясь более почтенных слуг То рассуди, какой безопасностью мы будем пользоваться тогда, когда будем иметь перед глазами Бога Ведь при таком нашем настроении нигде не нападет на нас дьявол, потому что труд его был бы бесполезен Когда же дьявол заметит, что мы блуждаем в ней и бродим без узды То он, воспользовавшись нашим подчином, наконец получит возможность и совсем разлучить нас от стада И что переносят нерадивые из рабов, которые, оставив необходимые дела Из-за которых были посланы господами на рынок без надобности И напрасно останавливаются с проходящими и тратят здесь свободное время К тому же подвергаемся и мы, когда отступим от заповедей Божьих Вот стоим и мы, удивляясь богатству, красоте тела и остальному, что до нас не касается Как и те рабы смотрят на представления фокусников А потом, пришедшие поздно, терпят дома жестокие побои А многие, следуя за другими, совершающими подобные непотребства Оставили даже путь, лежащий пред ними Но не будем так делать, потому что мы посланы совершить многое из необходимого Если же мы, пренебредшие этим, остановимся и будем с удивлением смотреть на бесполезные предметы То понапрасну и тщетно истратив все свое время И мы подвергнемся жестокому наказанию Если же ты желаешь заняться то, есть у тебя то, на что ты должен с изумлением смотреть Чем можешь любоваться все свое время Что не смеха достойна на удивление и многих похвал А между тем, если станешь изумляться смешному То ты и сам сделаешься таковым и даже хуже смехотворца Беги же скорее прочь, чтобы тебе не подвергнуться этому Скажи мне, почему ты стоишь, с изумлением смотря на богатство и готовы лететь к нему Что ты видишь в нем удивительного и достойного остановить на себе взоры твои Конь или украшенный золотом И слуги-варвары, или евнухи, дорогие одежды, а в них сладострастная душа Поднятые вверх брови, беготня и волнение Но неужели все это достойно удивления? Чем эти люди отличаются от нищих, которые пляшут на рынке и играют на свиреле? Они, одержимые сильным голодом добродетели, пляшут свою пляску, которая смешнее пляски нищих Когда бегают и кружатся, то по роскошным обедам, то по домам непотребных женщин То в толпе льстецов и тунеядцев Хотя они и в золото одеты, но особенно жалки потому, что заботятся больше всего о том, что не имеет для них никакого значения Не смотри на одежды, но раскрой их душу и взглядись Не полна ли она бесчисленных ран? Не одета ли в рубище, не одинока ли она и не беззащитна ли? Какая польза в этом безумном пристрастии к внешнему? Гораздо лучше быть бедным, но жить добродетельно, чем быть царем, но порочным Бедный сам по себе наслаждается всяким душевным удовольствием и вследствие внутреннего богатства не чувствует наружной бедности А царь, наслаждаясь тем, что ему вовсе неприлично, наказывается в том, что в особенности ему должно быть свойственно И мучиться в душе помыслами и совестью, преследующими его и среди удовольствий Знает это, отвергнем золотые одежды и усвоим в себе добродетель удовольствия, происходящие добродетели Таким образом, и здесь, и там мы насладимся многой радостью и достигнем обетованных благ Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа С которым и Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков Аминь Аминь